Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, наконец-то довольно-таки занимательная новость. Теперь мы знаем, что XRP ETF быть, поскольку теперь Ripple нанимает старшего менеджера для управления инициативами XRP ETF. И это довольно-таки крутая новость. Это говорит о том, что так или иначе XRP ETF рано или поздно будет запущен. Возможно, даже раньше, чем Ethereum ETF. Ну и также сегодня мы поговорим о росте Ripple XRP, поскольку аналитики говорят, что XRP способен подняться с 20 до 27 долларов в течение следующих двух месяцев. Что касается, значит, рынка криптовалют, то по рынку криптовалют мы видим, что, значит, сейчас на рынке нейтральные настроения. Связаны они с тем, что биткоин как резко опустился, так и резко восстановился выше отметки 40 тысяч долларов, которые, по моему мнению, являются психологической ключевой отметкой. И также мы сейчас видим, что XRP требуется около 54 центов, что, конечно же, ниже, нежели в июле, когда он вырос до 94 центов. Что касается, значит, самого XRP, то по XRP мы видим следующее, то что у нас был сформирован такой локальный треугольник. Он был сформирован еще с января 23 года. И сейчас XRP стоит на распутье. Либо он закрывает этот месяц буквально через 4 дня ниже отметки 52 цента и в какой-то степени еще будет показывать боковое движение, затяжное движение. Либо же он все-таки закроется выше. Выше, значит, вот этой трендовой линии и выше 50-го мувинга на месячном таймфрейме. Что даст нам надежды действительно увидеть XRP по 20-27 долларов в течение следующих двух месяцев, как это говорят, в принципе, и обещают аналитики. Но, как по мне, за предельно будет сходить до 3 долларов, а то и даже до 5, в принципе, думаю, максимум. Но многие, конечно же, здесь возлагают бы очень большие надежды. Что касается недельного таймфрейма, то на недельном таймфрейме мы, значит, выскочили выше 52,5 центов. Соответственно, здесь мы можем закрыться выше. И если действительно XRP выйдет выше 55 центов, то здесь мы можем вообще увидеть Golden Cross. Это явление, которое действительно может повредить на цену XRP и цена XRP может действительно очень хорошо вырасти. Ну и после небольшой рекламной паузы мы поговорим о том, все-таки, что же у нас есть из 5 причин и почему цена XRP может вырасти в 10 раз в рамках 5 причин мы назовем. Это не просто реклама, а именно личная рекомендация. Насканально изучив и проверив платформу TheStake.U, я уже долгое время получаю ежедневно по 7% ежедневной прибыли от вклада. Несловно делом, изначально вклад был 4600 долларов. Моя инвестиция отросла до 10800 долларов, более 5600 баксов чистой прибыли. Именно поэтому хочу посоветовать TheStake каждому, кто желает на долгое время обеспечить себя высоким пассивным доходом без рисков и человеческого фактора, потому что в TheStake все на 100% автоматизировано. Обеспечивается столь высокий суточный доход умной системой автостейкинга эфириума, где платформа владеет криптопулами. Столь эффективный стейкинг на базе эфириума позволяет получать от 4 до 10% в сутки за счет валидации транзакций в сети и получения. За это повышенная комиссия, чем и занимается TheStake. Проект сделан с расчетом на долгосрочную работу, и, как показывает практика, он доказывает свои слова несловным отделом. В данный момент в начале жизни проекта каждый желающий может инвестировать свои средства в стейкинг и получать стабильный суточный доход, забыв о финансовом опросе на годы вперед. Вывод с платформы доступен в любой момент. Ссылка на проект TheStake.io в описании под роликом. Ну, что касается, значит, причин, почему Ripple XRP может вырасти в 10 раз, давайте разберем. Ну, первая причина – это то, что предстоящие соглашения между Ripple и комиссией по ценным бумагам и биржам США спровоцируют ралли XRP. Оно устранит неопределенность на рынке и позволит инвесторам более активно инвестировать в криптоактив, поскольку тот уже будет иметь четкую регуляцию в США и во всем остальном мире, в отличие от других криптоактив, которые останутся сомнительными, ну, кроме биткоина. Вторая причина, по которой прогнозируется рост XRP – это потенциально IPO Ripple, которая, как ожидается, последовательно за завершением дела SEC. И, соответственно, юридическая ясность побудет большинство бирж, которые исключили XRP с платформы, вновь добавить криптовалюту. Ну, на самом деле, честно говоря, непонятно, какие биржи еще не добавили XRP, но на самом деле уже это все случилось, да, и вот этот эксперт немного здесь, я думаю, ошибся, потому что на самом деле тот, кто уже мог добавить Ripple XRP обратно, добавил и сделал это в июле, значит, прошлого года, когда XRP уже все-таки получил, ну, скажем так, победу, да, потенциально приблизив полную победу. Также криптовалютное законодательство стало третьей причиной потенциального ралли XRP. Вся криптоиндустрия нуждается в законодательстве и положительно отреагирует на его реализацию, если таковое будет. Но я считаю, что законодательство особо не сыграет роль, если у нас будет ралли криптовалюты, да, и вот тут выпустят законодательство, ну, оно может как-то подорветь ралли криптовалюты, да, после хаулинга биткоина, но как-то прям на самом деле в корне, скажем так, изменить ситуацию оно не сможет. То есть, если мы будем это видеть в рамках бычьего цикла, это одно, если мы будем это видеть в рамках медвежьего цикла, это другое. На самом деле, вообще это не имеет никакого значения. Но и также институциональное принятие также следует считать одним из факторов, который может спровоцировать ралли XRP, считая недавнее одобрение ETF. То есть, и предстоящий хаулинг биткоина станет пятой причиной роста XRP, потому что биткоин вырастет и потянет все криптовалюты. Но на самом деле так и случается, то, что растет сначала биткоин, а потом растут все остальные криптовалюты. Сейчас вырос тоже биткоин, и мы видим, что не все криптовалюты выросли так, как хотелось бы, да, некоторые криптовалюты, например, как ZEC, вообще особо не выросли, да, и поэтому мы видим, что таким образом, то есть, хомяки, они сейчас выходят из таких криптовалютных активов, да, то есть, то, что они не показали, да, то есть, мы видим, например, на примере ZEC, он себя не показал, и хомяк думает, что лучше я зайду в Солану, сейчас прокачусь до 200 долларов, и потом выйду, возможно, сюда зайду, а возможно, уже не буду заходить. Поэтому люди на этом горят, часто такие встречаются ошибки, в данном случае я здесь выбрал тактику шорта, у меня был ZEC, я зашортил, соответственно, еще больше монет купил, ну, и пока что сижу, потому что по сравнению с той ценой, которая была, это, значит, в последний раз мы более-менее адекватную цену видели от сколько-то август 22-го года, это была отметка 80 долларов, но на самом деле монета стоила больше, да, 200, а то и даже 300 долларов, поэтому сейчас покупать, ну, на самом деле, такие монеты это кайф, почему? Потому что потенциальная прибыль, она здесь уже понятна, это минимум там 4-5 иксов к этим монетам, потому что под такими монетами, которые еще у нас на Proof of Work, у них есть, собственно, как и механизм халвинга, так и, в принципе, майнинг, главное, чтобы эта сеть еще работала, поддерживалась, и нужно поглядывать на хешрейт, если это все есть, если хешрейт отличный, если сеть растет, то на самом деле нужно только докупать монету, возможно, оборудование, но, опять-таки, если есть бесплатная розетка. Если мы, значит, говорим про другие интересные вещи, то уже понятно то, что, в принципе, компания Ripple нанимает старшего менеджера для управления инициативами XRP ETF, и все-таки XRP ETF быть, потому что Ripple активно нанимает руководителя для подготовки к подаче заявок. Когда это случится, я думаю, что это может случиться, значит, после апреля 24-го года, почему? Потому что уже будет совершенно понятно, что будет дальше с делом Ripple против SEC. И, кроме того, плюс еще, если все будет хорошо, и Ripple и SEC решат проблему общую, которая у них есть, то мы и увидим IPO. И это, в принципе, может действительно подогреть токен XRP и заставить его стрельнуть. Поэтому здесь мы видим, что это довольно-таки круто. Мы видим, что здесь нанимается также продукт менеджер DeFi, значит, нанимаются инженер софта. Ну, то есть, на самом деле мы видим, что есть, так или иначе, деньги у компании Ripple, чтобы этим всем заниматься. Если бы у компании Ripple все было бы плохо, то она бы никого не нанимала, она бы не вела никакой свой блох, вот, например, как XM монета. То есть, если мы будем смотреть, то монета вообще затихла. И разработчики этой монеты тоже, то есть, о них вообще ничего не слышно. В твиттере ноль активности, но монета как-то сама по себе живет. Но, по сути, монета уже мусор. Почему? Потому что, на самом деле, в свое время она набрала хорошую капитализацию. Кстати, в 2021 году она не перебила high, а в 2017 году, на моей памяти, она, по-моему, имела рост выше доллара. Сейчас вообще совершенно об этой монете ничего не слышно. И это как бы сравнение, да, то, чего мы можем увидеть в будущем в случае, там, некачественных проектов и так далее, да. То есть, с Ripple XRP такого увидеть просто невозможно, да. И вот, да, вот мы видели монета была там доллар с половиной, это был 18-й год и стартовала она с 15-го года, да. То есть, ну, практически она, конечно, появилась позже, чем Ripple. Кстати, дала она 10 тысяч процентов своим инвесторам ранним. Но сейчас монета вообще совершенно рисует такую негативную динамику. И многие здесь, кто даже покупал там монету по, условно говоря, там 10 центов, 5 центов. Ну, то есть, они недовольны этой монетой. Поэтому вот такие дела. Поэтому я считаю, что, ну, на самом деле, то, что Ripple делает, это, ну, похвалительно. И я бы даже назвал это с большой буквы. Что также нужно отметить, что Ripple CTO прольет свет на новый уровень совместимости XRP на этом большом мероприятии. Кстати, это мероприятие, оно состоится 27 февраля 24-го года. Ну, и речь будет идти про Ethereum и про XRP-L. И, соответственно, здесь вот даже написано, что он выступит в прямом эфире в зоне XRP-L в ETH Denver, чтобы также обсудить последние достижения XRP-L, такие как программируемость EVM. Поэтому, на самом деле, мы видим, что развитие есть, оно идет, потому что не растет цена XRP, как хотелось бы многим. Действительно, это плохо, да, но я считаю, что так как XRP ходит, и ходит он пампами, и ходит он внезапно, да, на самом деле, для многих, хотя вот здесь понятно было, что в июле, когда был памп, здесь, понятно дело, что была манипуляция, но на этой манипуляции можно было смело зарабатывать. И здесь понятно было, что это дно, про которое я ранее заявлял. Поэтому я считаю, что, ну, на самом деле, инструмент более-менее понятен для того, когда входить, когда выходить. И, понятное дело, что он манипулятивен, как и весь рынок криптовалюты. Даже биткоин тоже манипулятивен, в этом нет ничего странного, да. Такие вот дела. С сегодняшним пока и до новых встреч. Належный способ получить высокий пассивный доход это thestake.io. Ссылка под видеороликом.